Друзья, всем привет! 8 августа 2024 года и сегодня появилась хорошая новость от довольно проверенного инсайдера, что замедление ютуба прекращают и скоро все войдет в норму. Коротко сейчас скажу в двух словах, а более подробно поговорим завтра на стриме об этой ситуации. Если заблокируют ютуб, вот вы блогеры будете сами отчасти в этом виноваты. Те, кто призывал давайте скорее переходите в ВК, быстрее переходите в Рутуб, если что заблокируют ютуб, там буду выкладывать. Кого вы пытаетесь наебать? Ничего вы там выкладываете не будете? Какой смысл? Там нет ни просмотров, ни рекомендаций, ни рекламы, ни монетизации. Хочешь сказать, ты бесплатно, если заблокируют ютуб, ты бесплатно будешь только на ВК и на Рутуб выкладывать? Просто так? Кого вы пытаетесь? Вы доебете свою аудиторию, вы просто туда призываете, люди перейдут, а вы по факту ничего выкладывать там не будете, потому что вам платить не будут, это логично. Что вы делаете, что вы творите-то? Я не понимаю. Никому не обосрался ни ВК, ни Рутуб и оставьте пожалуйста, ютуб в покое, а если не оставите, окей, всем плевать, все скачают VPN. Скажете, ну ты же сам звал на Дзен, на Телеграм? Да, но у меня в Дзене совершенно другой контент. Я его сделал для того, чтобы выкладывать туда магазины низких цен. Светофор, Фикс Прайс, Свет туда выкладывает обувь. Кари, Зендон. Я выкладываю также туда некоторые ролики с ютуба, но это чисто бонусом. Но я не дублирую никакие, ни в ВК, ни в, блядь, ни в Рутубе, ни в площадках, ни в Вики, тики, 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 блядь, я нигде ничего не дублирую. Но пока не найдена замена ютуба, его можно блокировать, его можно замедлять, над ним можно изгаляться. Но пока одичало не способны создать ему нормальные замены, пока говорят, ребята, переходите на ютуб. Это то же самое, что, ребята, компьютер это не скрепный. Пишите вы сильными перьями. Также и Телеграмм сделан у меня для новостей, чтобы знали, когда выходит стрим, когда какие-то наушники продаю, объявления выкладываю, вот в этом духе. Но я то ли ничего не дублирую, никакой свой канал не переношу. Просто вы тем самым поднимаете статистику тем блокировщикам, и они думают, что о, блядь, мы, значит, все правильно делаем. Вот мы сейчас заблокировали, замедлили ютуб, и к нам побежала аудитория. Значит, мы все правильно делаем, значит, все ништяк. На верном пути. Прекратите этой херней заниматься. Склоняю голову. Сейчас быстренько посмотрим на портативный вентилятор, который ох, этот засвет, ну, быстро восстанавливается, который я приобрел. Думал, сначала хрень полная, но, как оказалось, довольно интересная вещь. Потом сходим в магазин, купим продукты, напитки для завтрашнего стрима. Хочу купить шашлык, и вот в этой микроволновке электро-шашлычница, я ее, кстати, отремонтировал, видите, все, теперь кнопочка. Отличная работа. Надо только ее отмыть в таком ужасном состоянии. Погодка сегодня хорошая. Вчера ливень такой шел. Я выкладывал в телеграм-канал. Друзья, всем привет! Смотрите, какая тут жопа у нас творится. Ливень вообще просто стеной. Сколько луж до сих пор. Но сегодня прям хорошо. Ни холодно, ни жарко. Отлично. Снимаю Full HD 50 кадров, плюс 1. Это я говорю для себя. Просто экспериментирую до сих пор с форматом. И, блин, свет забыл включить. Ладно, а это, блин, посмотрим на вентилятор. Ну, как же все-таки круто. С экранчиком все видно. Экспозицию настроить можно идеально. В общем-то, вот такой портативный вентилятор. Три режима скорости. Аромодиффузор, два режима подсветки. Емкий аккумулятор на 4000 мА. 8 часов работает от одного заряда. Зарядка, кстати, не USB Type-C. Это не очень хорошо, но... Да ладно. Гарантии, документации какие-то. Четыре дополнительных фильтра для Аромки. Ну и сам вентилятор. Так, больше ничего нет. Ну, еще какая-то документация. Смотрите, какой он маленький и компактный. Прикольный. Очень тихо работает. Вообще практически не слышно. Здесь вот у него механические две кнопочки есть, которые включают сам вентилятор. Три режима скорости меняют. Ну и подсветка. Вот, смотри, давайте сразу. Он уже работает. Вот вы его слышите? Вообще не слышно. А он дует. Прям хорошо уже дует. Видно, да, вращение? Давай прибавим. Да, вот есть световой индикатор. Синенький. Вторая скорость. Тоже не слышно. А дует уже. Очень хорошо. Ну и третий режим. Очень быстро сейчас. Вот сейчас прям хорошо. Очень сильно дует. Ну и подсветка. Первый режим. Ну и тускнее. Вообще выключитель. Ярко. Тускнее. Можно использовать как Powerbank. Заряжать другие устройства. Ну и вход для зарядки. Открываем вот эту крышку. Здесь видим фильтр. Брызгаем на него. Ну, можно какую-то... Какие-то масла. Кстати, у меня есть мазать. Просто что-то не достало его сейчас. В крафте купил. Реально классно. Слушай, очень вкусно пахнет. Просто одеколоном брызнул. Джорджо Армани. Оригинал. 16 тысяч. Покупал. Глогограмма. Глогограмма. Это пердеж, блядь. Слушай, огонь. Ну реально. Будет очень вкусно пахнуть в комнате. Здесь есть у него крючок. Вот так тянем. Можно подвесить. Если есть куда, за что. Если нет, то можно ставить. Актуальную цену выведу на экран. По ссылке в описании можно его приобрести. На самом деле хорошо подойдет, у кого нет кондиционера. Ну или работает в каком-нибудь душном офисе. Мало того, что охлаждать будет, так еще и очень будет вкусно. Вокруг вас пахнуть. Можно в туалет с собой брать. В туалете, например, все закрыто. Вытяжки нет. Вот у меня, да. Там постоянно душно. Пока в туалет сходишь, там весь оборьешься. Пожалуйста, с собой взял, сидишь, охлаждешься. Он легкий. Прикольно. Или ешь когда. Вот у меня, например, на кухне нет кондиционера. Вот. И сидишь, ешь, жарко, потеешь. Горячее что-то. Херак поставил. Все. 8 часов от одного заряда. Хуита. Все, я готов. Погнали в магазин. Шашлык только в одном виде. Вот такой, но вроде куски большие. То, что нужно. Ладно, дома посмотрим. Сейчас пошли в крафт. Что-то я не сразу додумался дойти до пятерочки. Единственное, что было, это вот какой-то шашлык классический, хрен пойми. Но вроде на вид неплохой. Для меня самое важное было, это чтобы были большие куски, чтобы я мог на центральный вот этот стержень насадить. Чтобы что-то типа шаурмы получилось. Артур пирожков порадует всем своим пирожком. Как дела? Нормально. Я в крафт. Здрасте. 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 Так что, хейтеры, обломайтесь. Для вас контента больше не будет. Где-то я это уже слышал. Вот такой шашлычок. Единственный был. Последняя банка в единственном виде. Ну вот, посмотрите. Не знаю, кто пробовал, напишите в комментариях. Хороший, нет. Я попробую завтра. 552 рубля по скидке. Так, 600. 2 килограмма. Ну и квас. Вот такой квас. Чудо квас. Натуральный. Живого брожения. Ёлки-палки. Ну ты посмотри. Вот хотел же вообще без алкоголя. Чтобы никаких алкостримов. Ну смотри что. 1,2 алкоголя. Даже в квас добавили алкоголь. Ну, в принципе, живого брожения. Он сам там появился от брожения. Ну как так, а? Ну как так? Опять бухать придется. Опять пьяный буду живеть. Страшно. Очень страшно. Ну нахрена-то? Ладно, шучу. Наконец. Не знаю, где помыть шашлычницу. Может в ванной удобнее будет? Давай попробуем здесь. Если не получится, в ванную пойдем. Смотри, как я удобно дозатор разместил. Видишь, прям над умывальником. Просто подносишь. Круто. Вообще огонь. Не мешается здесь, не стоит. А то постоянно вытираешь что-то, и он начинает срабатывать. А это все, он не мешает. Пожалуйста, пеночка. Все. И моешь. Хочу насадить шашлык вот на этот центральный стержень. Если я буду делать как положено, то есть вот предназначенный специально, видите, для шашлыков. Их вешаешь вот так. Только одна сторона поджаривается, другая и нет. Переворачивать надо, понимаю. Но это херня неудобно. На центральный, как шаурму, блядь, насажу вот так вот. И пусть она вертится вот. Короче, попробуем. Не, неудобно здесь. Пойду в ванную. Во. Здесь гораздо удобнее. Ну все. Отмыл. Вообще, как новенькое. Кнопку вот, я уже говорил, сделал. Слышите, щелкает. Вот. Вот. То есть она там жиром заплыла, все залила. И ни хера не работала. Ну сейчас ништяк. Короче, завтра покрутим шашлычок. Во сколько, пока точно не знаю. Вот как раз подписывайтесь на телеграм. В этом есть актуальность. Там я заранее сообщаю, когда, во сколько и все прочее. Так что. Вам большое спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok